Дмитрий Метрога Дмитрий Метрога Антон Волков номер 19 Сейчас очень опасная атака Чертанова могла получиться Защитники внимательно сыграли Антон Волков 19 Валентин Андянов 12 Дмитрий Метрога 23 Владислав Тюрин номер 10 Никита Пушкин 14 Егор Водянов 31 Данил Лопатин 15 И Данила Прошляков номер 9 Старший тренер команды Вадим Романцев Спартаковцы играют В традиционных цветах Красные футболки, белые трусы И состав чертановцев Максим Солищев в воротах номер 1 Георгий Алисеевич номер 14 Дмитрий Великородный номер 10 Кирилл Лущенков номер 9 Дмитрий Зоворухин номер 13 Александр Коноплин номер 5 Кирилл Колесниченко номер 19 Александр Михайлов номер 4 Семен Радостев номер 22 Александр Евинов 20 Артем Пряхин номер 7 Старший тренер команды Станислав Каратаев После перерыва игра по-прежнему происходит В том же темпе В центре поля идет в основном борьба И сейчас Спартак разгоняет свою атаку правым флангом Очень хороший пас Здесь Лопатин Мяч не догнал, но ничего страшного в этом нет Счет по-прежнему в нашу пользу И мяч сейчас спартаковцы ведут Они вообще не торопятся Даже в начале тайма уже видно, как красно-белое время тянут Потому что соперник силен Потому что соперник очень достойный И атака сейчас не получилось Снимательно играют игроки красно-белых Опять борьба в центральном круге И фол фиксирует Арбитр встречи Метрога правила нарушил Чертановцам не дает быстрый мяч разыграть Владислав Тюрин У которого был великолепный момент Чтобы удвоить счет в первом тайме С двух метров Владислав не попал, к сожалению, по воротам Еще одно нарушение И вновь фолит Метрога По совокупности Вот так можно и предупреждение получить Нужно быть аккуратнее Главное с арбитром сейчас не спорить И чертановцам не дают разыгрывать мяч быстро Видите, сразу трое игроков стоят около мяча Игроков Спартака И всего один чертановец, который пытается сейчас Разыграть Метрога не торопится Вот только сейчас отходит А в это время Футболист Чертанова Мяч чуть-чуть пододвинул вперед Но судья ему, конечно, тут же на это указал Мол, нельзя шалить на футбольном поле Стенку выстроил Артем Поплевченков Сам занял место в воротах По середине Потому что неизвестно, что сейчас будет происходить Может быть розыгрыш, может быть прямой удар Итак, розыгрыш очень хитрый Евинов вбегал в штрафную с левого края Но здесь очень внимательно сыграл Защитник Спартака от Ургай Махбалиев И сыграл Вполне самоотверженно Хоть и был риск нарушения правил Но тем не менее Угловой у чертановцев И тут о розыгрыше говорить нет смысла Потому что рядом никого нет Поддача на ближнюю штангу была сейчас И Поплевченков все это видел Мяч с внешней стороны сетки влетел Мяч покинул поле от футболистов чертанова Поэтому удар от ворот 1-0 счет по-прежнему 5 минут во втором тайме прошло Спартак мяч в принципе и так перехватил Но тут еще и судья фол зафиксировал в пользу красно-белых И опять не торопясь Спартаковцы мяч ведут в игру Великородный Великородный в центре поля Сразу четверо Против него спартаковцев Мяч перехватывает По правому флангу бежит Отбыгрывает одного Второго обыграть не удалось Мяч потерял Чертановцы на левом фланге И тут еще и фол в центре поля опять случился Очередной Сейчас будут конечно оказывать помощь И пока непонятно будет ли замена Спартаковцы Мяч возвращают чертановцам Это был спорный мяч А Митрога за пределами поля Находится и вполне возможно что потребуется сейчас первая замена Это потеря конечно достаточно серьезная для красно-белых Митрога в атаке действует остро Но попробует сейчас красно-белый справиться без него Не удается по лему флангу атаку развернуть Чертановцы перехватывают мяч Нужно сейчас всем вместе играть И за Диму И за себя Коноплин по суето Очень хорошо сейчас сыграл Антон Волков Он мяч у Прехина отобрал Прошляков подумал уже что мяч ушел А он то не ушел Очертановцы в атаке А они не точно пасуют И это очень даже на руку красно-белым А кому бы это было не на руку Колесниченко в центре поля Глущенков мяч переходит Они тут мяч никак поделить не могут И Семен Радостев разобрался в этой ситуации Отправил мяч направо Здесь был один Артем Пряхин И он заработал для своей команды угловой удар С правого фланга чертановцы подадут Они в первом тайме подали достаточно много угловых ударов Спартаковцы не подали ни одного Если не ошибаюсь Будет сейчас замена Вместо травмированного Дмитрия Митрохина Дмитрия Митроги, простите Номер 23 Появится на поле Максим Актисов По 27 номерам Ну Актисов прибежал тут же в штрафную И тут же забрал своего игрока Своего оппонента Подача в штрафную площадь Опять на ближнюю штангу Такое ощущение, что чертановцы знают какой-то секрет Какое-то слабое место Артема Павлевченко И подают все время На ближнюю штангу Ни разу еще не было подачи на дальнюю Или скажем Вот теперь она произошла Очень хорошо Колесниченко сейчас сделал И мяч в молоко запустил За изобретение и пять, как говорится По предмету неут Потому что финт был потрясающий На левом фланге атаки Лучшего бомбардира чертановцев Он убрал сразу двоих Но подача не получилась К счастью для Спартака 46-я минута началась 1-0 Впереди Спартак по-прежнему Чертановцы в центре поля Мяч вновь перехватили И разыгрывают Очень хочется отыграться И на себя взял сейчас игру Футболист Чертанова Александр Евинов 20-й номер Алексеевич бросает за боковой И Пряхин до мяча Не дотягивается Уходит он за лицевую линию И вновь удар от ворот И конечно Плевченков торопиться не будет В пользу Спартака А значит он красно-белых устраивает более чем Вратарь сильно выбивает мяч в поле И тут же арбитр фиксирует мелкий фолл В пользу Спартака Ильин у мяча Слева забегает Ладянов Но мяч идет направо И может быть зря Тем не менее Спартаковцы снова с мячом Вышедший на замену Актицев В центре поля играл И вновь соперник перехватил мяч И за боковой вновь вводит его в игру Длинный заброс вперед Скорее всего просто от греха Но быть может удастся зацепиться Футболистам красно-белой команды За него Здесь очень внимательно нужно быть Подскакивает снова в центр поля Рука Рукой собирал конечно Сейчас 22 номер Семен Радостев Поэтому красно-белые Забирают его Махбалиев направо Здесь Волков налево вернее И здесь же с левого фланга Атакует Водянов В центре поля мяч Удар по воротам Не точно Очень сильно не точно Никита Пушкин наносил его Это было конечно похоже на летящее ядро Пушечное Но тем не менее Точности удара не хватило Вновь борьба в центре поля И спартаковцы Заработали еще один штрафной На своей половине поля Видимо от большого желания Сравнять счет чертановцы Фалят Теперь борьба на левом фланге Атаки спартака И аут Заработали красно-белые Мяч поддержит сейчас у себя Конечно торопиться некуда Водянов бросает в штрафную площадку Никакого оффсайда здесь быть и не может Корпусом мяч Корпусом мяч укрыл Пушкин Или это был Прошляков простите Это был Даниил Прошляков Не добирается до мяча футболист Спартака На правом фланге атаки Напряженная борьба идет на левом фланге Здесь сейчас очень много игроков И той и другой команды Чертановцы быстро Мяч выводят в игру Здесь снова перехват Здесь Пушкин Он бросает мяч направо Очень хорошо Лопатин поборолся Мяч потерял в итоге И атаку своей команды разгоняет Колесниченко Лидер атак Чертанова Вообще никак не удается у него мяч отобрать И вот только сейчас Только при помощи Такого полуподката Скажем так Мяч удается выбить И то на угловой Вот так хорошо с мячом обращается Колесниченко Которого тем не менее Защитники Спартака пока нейтрализуют очень хорошо За что им огромное спасибо 51-я минута встречи идет Очередной угловой Не увенчался успехом до чертановцев Контратака Спартака Здесь очень хорошо разогнался сейчас Один из футболистов атаки красно-белых Он прокидывал себе мяч на ход Хотя стоило бы наверное поднять голову Слева был один партнер А так получается что А так получается что теперь Пришлось фалить в атаке И Атака футболистов без мяча И еще одно предупреждение На этот раз Лопатин если не ошибаюсь Получил его Но могу ошибаться Чертановцев из своей половины поля Длинный Заброс к штрафной Спартака Но Опять это успехом не увенчалось Пряхи на правом фланге Один против него борется Водянов и он нарушает правила К сожалению Поэтому будет штрафной В этот раз И конечно Будем ждать очередной подачи И спартаковцы опять мешают Футболистам Чертанова Быстро эту подачу совершить Судья делал лостное внушение Сейчас Это был Антон Волков Левый защитник Длинная подача Штрафная площадь Это было очень опасно И Артем Поплевченков прыгал Так скажем Высоко Но Как-то Едва не паникую И мяч Слава Богу Просвистел рядом с левой штанды Левой Если Смотреть Глазами Атакующей команды Ну и борьба в центре поля Чертановцы атакуют И еще один фол Сбили Испартаковцы Александра Коноплина Пятого номера чертановцев И сейчас Еще один штрафной И еще один заброс В штрафную площадь Спартаковцам нужно Пробовать угрожать воротам Нужно пробовать Осуществлять контратаки Потому что Это может Очень плохо кончиться 54-я минута матча 1-0 пока Спартак ведет Чертанова атакует Этот мяч Можно было Конечно И отпустить Но Было принято Другое решение И Теперь Придется Бороться за него Уже здесь Около своей Штрафной площадки Это удается Спартаковцам Быстро они Разыгрывать Естественно Не будут Но Быть может Сейчас Можно Хорошенько Прицелиться И Найти какое-нибудь Интересное решение Вот такое решение Ничего в нем Нет интересного К сожалению Ушел мяч От футболистов Чертанова Спартаковцы Ведут его в игру Из-за боковой С левого фланга Волков Разводит руками Не поймет Кому бросать Очень чистый Мяч сыграли Сейчас Чертановцы По правому флангу Здесь хорошо Опять же Сыграли Спартаковцы Точно так же И вновь Мяч сыграли Хорошо К серии отборов А вот здесь Уже был фол Но игру Можно продолжать И Колесниченко С ним нужно Играть внимательно Он сходит В штрафную площадку С левого фланга Атакует И подача Выливает с линии Ворот Защитники Спартака Мяч Сейчас Нужно вороться Фиксирует фол Арбитр Фол в атаке Едва сейчас Все-таки Кто-то из игроков Спартака Получил повреждение Он покидает поле На это внимание Никакого не обратил И Радостев уже вновь на ногах Резво несется Атаковать Потому что он сейчас С мячом Потому что он сейчас Обыгрывает наших игроков И слава богу Что очень грамотно Сейчас сыграли Защитники А вот может быть Хорошая контратака В это время вернулся Владислав Тюрин Именно он получил Повреждение После того момента Но первое Но первое В матче Положение Вне игры У красно-белых И атака Прервалась Длинный заброс Вперед Бей-беги Влечили тактику Чердановцы Кажется А что еще Собственно остается Ведь 57-я минута Подходит к концу А счет по-прежнему 1-0 В пользу Спартака Дмитрий Метрога По-прежнему Является автором Единственного Забитого гола Метрога Уже заменен А дело его живет Очень внимательно Нужно играть И здесь фалят В атаке Игроки Черданова В данном случае Это 10 номер Дмитрий Великородный Махбалиев Сейчас мяч Ведет в игру Рассредоточились По всему полю Красно-белые И синие Тоже Заброс вперед Поборолись Игроки красно-белых И очень хорошо Сейчас поборолся Закрыв корпусом Даниил Прошляков И заработал Опасный штрафной На углу Штрафной площадки Соперника Вот сейчас Вот сейчас Спартаковцы Уж точно Торопиться Никуда не будут И подумают Как бы хорошенько Разыграть этот Стандарт Стенку Чертановцы Почти что Уже Наверное Выстроили А Здесь у нас Удаление Друзья Четвертый номер Александр Михайлов Получил вторую Желтую карточку И был Удален С поля Девятый Так простите Четвертый поле Покинул Знаете друзья Произошло Совершенно Феноменальное Событие Которое Не каждый день Случается Из одной команды Только что Удалили Сразу Двоих Футболистов Кирилл Глощенков Получил Я так понимаю Прямую Красную Карточку А вторую Желтую Получил Александр Михайлов Это удивительно Нет возможности Посмотреть Повторы К сожалению В чем Такая Проблема Произошла У чертановцев Что же За фол Такой Когда сразу Двое Удаляются Возможно Один Грубо сыграл Второй Решил Резко Ответить Арбитру И двойное Удаление Аспартак Бьет штрафной И закручивал Сейчас Очень хорошо Мяч Даниил Лопатин Пришел С другого фланга Чтобы Исполнить Этот стандарт В отсутствии Метроги Чертановцы Все равно Идут Вперед Ну конечно Им теперь Это будет Сделать Намного Сложнее Я имею ввиду Атаковать В девятером Да Вы знаете Во взрослом Футболе Я такого Никогда Не видел А вот В детском Пожалуйста Чертановцы Сейчас Мяч Перехватывают И они Три в три Идут Очень внимательно Нужно быть Сбивают Игрока Чертановцев Желтая карточка Желтая карточка Одному Спартаковских Футболистов Не вижу Навер К сожалению Очень опасный Штрафной Сейчас Чертановцы Заработали Мяч Стоит В полукруге Штрафной Площадке Ну Примерно Метров Девятнадцать Доворот Есть Прямо Самой Линии Сбили Слава богу Не пенальти Но Штрафной Это тоже Неприятно Кроме того Судья по всем правилам Сейчас выстрелил стенку Она конечно Будет пытаться Это самое Расстояние До мяча Каким-то образом Сократить Но Конечно Тут Внимательно Уже будут все следить Потому что Момент очень опасный И на кону Три очка Между тем Остается Девять минут До конца Сегодняшней встречи У мяча Колесниченко С левой ноги Бьет И это Гол К сожалению Спартак пропускает 1-1 На 62-й минуте 19-й номер Колесниченко Лучший бомбардир команды Улучшает свой отрыв В чемпионате Клубной лиги В чемпионате 2000-го года Игроков 2000-го года Рождения Замена Связанная С двойным удалением Вместо 7-го номера Вместо 7-го номера Чертановцев Артема Пряхина Вышел на поле 17-й дмитрий попов И вместо 5-го номера Александра Коноплина На поле появился Владимир Игнашев Номер 16 Ой, прошу прощения Это Да, все правильно Дмитрий Владимир Игнашев И тут же Замена у Спартака Никита Пушкин Поле покинул На поле появился Кирилл Фольбер Номер 7-й Фольбер будет играть Слева, по всей видимости А у Чертановцев По всей видимости Вышел Не 16-й А 20-й Это Егор Егорук Центральный защитник Команды Чертанова А вот теперь Спартаковцы пойдут Вперед Скорее всего Потому что победа Им нужна Гораздо больше Чертановцев И не успел Фольбер выйти на поле Как уже Грубо фолит Судья Его жалеет Потому что Парень еще только Даже мышцы Разогреть не успел Как следует Даже мяч Пощупать Не смог Толком А уже Пришлось вступить Вот в такой контакт С соперником Как мне показалось Колесниченко Колесниченко Как и спартака И ответ спартака На правом фланге Развивалась Развивалась атака Прошел фолл И первый И первый В матче угловой Зарабатывают Спартаковцы За 5 минут до конца встречи Счет 1-1 И ничья И ничья Спартак никак не устраивает Нужно обязательно побеждать Чтобы догнать Своих соперников В таблице Забываем Что у чертанова Игра в запасе Ну что 67-я минута Стартовала Осталось 4 минуты До конца встречи Вратарь чертановцев Мяч забрал После подачи Длинный удар вперед Последняя замена У красно-белых Владислав Тюрин С поля ушел Номер 10 И на поле появился Станислав Передерий Номер 20 Все равно все торопятся Потому что они тоже Победить хотят После того как Со штрафного Колесниченко Гол забил Они точно так же Как и спартаковцы В первом тайме Стрепенулись Почуяли Добычу Хотят явно большего Но ни в коем случае Нельзя давать сопернику Чувствовать себя Свободно Позиционная атака Спартака Пас проходит Но Сказал я но Но Спартак Сохранил Здесь никого К сожалению Не оказалось Кроме чертановцев И спартаковцы И спартаковцы Сейчас будут Устраивать Финальный навал По всей видимости Уже они Обступили Штрафную площадку Уже они все Кроме вратаря На чужой половине поля И мяч пытаются Разыграть Как можно Более продуктивно И в самоотверженном Подкате Защитник чертановцев Мяч выбивает На левом фланге Атаки Аут В пользу Красно-белых И вот Как можно было Так бросить Аут Что единственный Футболист Чертановцев Семен Родостев Мяч вот так Запросто Подхватил Побежал Его естественно Без фола Остановить было нельзя И заработал Очередное Предупреждение Спартак Заворохин Длинный Заброс Штрафную площадку Здесь защитники Грамотно скинули Головой Вратарю А тот Сразу же Налево До Прошликова Мяч не дошел А вот теперь Дошел А вот теперь Даниил поборолся Сам И от красно-белых Мяч Ушел Последняя минута Стартовала Последняя минута Сегодняшней встречи Счет по-прежнему 1-1 Что нас с вами ожидает Будет ли какое-то Подобие Опасной атаки Хотя бы Хоть один удар Поворотом Волков Это фол Радости фолит И получает Желтую карточку Для Семена Радости Это первое Предупреждение Сегодняшней встречи Поэтому Еще одного Удаления Не случится Не стоит забывать О том Что Спартак Играет В одиннадцатером Против девятерых Футболистов Чертанова После Сумасшедшего Двойного удаления Тургай Махбалиев Никак не может Установить мяч Потому что Он не хочет Его ставить туда Где он должен стоять Изо всех сил Длинная передача В штрафную Здесь суматоха Конечно Здесь все Абсолютные игроки Обеих команд Находятся И размахивают Ногами И руками Ничем Они только не Размахивают Тем не менее Положение вне игры Второе В сегодняшней встрече У Спартака Зафиксировано И Время Основного Основное Время Матча Закончено Счет 1-1 Сколько Добавил Судья Мы не знаем Но Как только Он решит Завершить Этот матч Он конечно Зафиксирует Ничью Именно сейчас Это и происходит Ну что ж Финальный Свисток Звучит 1-1 В напряженной Встрече Завершилась Которая Сейчас Спартак Набирает Одно очко Но еще Неизвестно Конечно На пользу Оно Или нет Но тем не менее